Нас радует, что число выздоровевших превышает количество заразившихся. На сегодня это менее 100 новых заболевших в сутки. Но тенденция это не повод расслабляться. Мы, ношение масок, социальная дистанция и использование дезинфицирующих средств, все остается в силе. Сейчас мы находимся на Приморском бульваре. Это излюбленное место бакинцев и гостей столицы. Людей здесь всегда немало. Сюда можно прийти абсолютно в любое время без каких-либо ограничений. Но о том, как карантин в целом изменил жизнь граждан и в целом психологический комфорт, сейчас мы спросим у психолога Сугры Тагизаде. Здравствуйте, Суграхану. Как вы в целом оцениваете послабление карантинного режима? Я считаю, что наше государство во главе с нашим президентом приняло очень даже своевременные и правильные методы борьбы с пандемией 2020 года коронавирусом. И мы очень правильно вошли в карантин. Потому что не так страшен страх заразиться самому, как то, что ты, заразившись, заразишь несколько людей. И это будет уже как-то, понимаете, когда болеет один-двое, с этим еще может справиться там медицина. Когда болеет очень много людей, а именно коронавирусом подвержены молодое и пожилое поколение, вот здесь уже происходит именно что взрывается там бомба медленного, замедленного действия. И поэтому каждый человек в первую очередь должен ограничить себя, брать ответственность на себя за других, за свою семью, за близких, за родственников. И я считаю, что это правильная методика сидеть дома, соблюдать карантин, выходить только лишь по надобности. Потому что чем быстрее мы войдем в это и чем дисциплинированнее мы будем соблюдать карантин, тем быстрее, наверное, мы добьем этот коронавирус. А я хочу напомнить, что завтра утром на главных улицах, проспектах, дорогах, Баку и поселках будут проводиться специальные дезинфицирующие работы с использованием специальных химических средств. И в связи с этим гражданам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.